Здравствуйте! В эфире же недельные новости Смоленск АЭС в студии Анны Пименова. Мы расскажем о важных событиях и жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Разделка первой отработавшей тепловыделяющей сборки. Рейс сертификация системы менеджмента качества Смоленск АЭС. Ветераны станции на производстве. Концерн «Росэнергоатом» организовал семинары для педагогов и медиков Смоленской области. Итоги спартакиады Смоленск АЭС. На плановом совещании с руководителями подразделений директор станции сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». Фактическая мощность 25 387 мегаватт, что составляет 102% заданию ФАС. О техническом состоянии Смоленская сообщил главный инженер предприятия. В работе первой трети энергоблоки. Суммарная нагрузка 1601 мегаватт. Энергоблок номер два в капитальном ремонте 41-е сутки. Все работы в графике. Выработка электроэнергии за 4 дня декабря составила 115 миллионов киловатт-часов электроэнергии. С начала года выработка составила более 21 миллиона киловатт-часов. Сверхплана – 411 миллионов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленск АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. СМОЛЕНСК АЭС Радиационный фон находится на Ленинградской и Курской АЭС. В них реализованы самые современные системы обеспечения безопасности на всех этапах работы. Сегодняшнее событие является началом большой работы по эксплуатации нашего построенного объекта. Событие важно не только для Смоленской АЭС, но и для концерна в целом, потому как это позволит перевести на длительное сухое хранение все накопленное топливо за время эксплуатации Смоленской АЭС. Созданная в пристрое ХАЯТ Смоленск АЭС многоуровневая система безопасности представлена биологической защитой, спецвентиляцией, защитными фильтрами, проектными ловушками для сбора воды, стружки, пыли и другие средства защиты, надежно обеспечивает безопасность людей и окружающей среды. Для выполнения технологических операций пристрой ХАЯТ оснащен уникальным оборудованием. Разделка первой АТВС выполняется дистанционно при помощи роботов-манипуляторов в специальной горячей камере. Управляют ими, устанавливают АТВС, поправляют захваты, настраивают фрезу, операторы в смежном помещении с автоматизированных пультов. Для визуального наблюдения за процессом предназначены телевизионные камеры и многослойные смотровые окна. В настоящий момент происходит процесс приемки топливной сборки из действующего ХАЯТ. Сборка доставлена сюда под защитным слоем воды, установлен в контователь. В данный момент начинается подготовка отрезного СНК к процессу разделки ОТВС на два пучка ТВЛ. После этого пучки ТВЛ будут установлены ампулы. Ампулу, в свою очередь, встанут в защитный контейнер, который загерметизируем и на большенужном транспортере жизнедорожном отправим в хранилище контейнерного типа. Технологический процесс контролировали специалисты проектных, конструкторских организаций, изготовителей оборудования. Центральное конструкторское бюро машиностроения, конструкторское бюро специального машиностроения, Российского федерального ядерного центра Всероссийского научно-исследовательского института технической физики, электроцентра «Наладка». К моменту ввода пристроя ХАЯТ в промышленную эксплуатацию, запланированного на осень 2018 года, необходимо будет наладить поточное производство и планово производить разделку ОТВС. Система менеджмента качества Смоленск АЭС соответствует требованиям международного стандарта. К такому выводу пришли эксперты компании ТЮФ «Интернациональ РУС», предпринимательская группа ТЮФ «Рейлайн Берлин Брандербург». По завершении ресертификационного аудита системы менеджмента качества на Смоленск АЭС, проведенному в период с 27 ноября по 1 декабря. Ресертификация системы менеджмента качества Смоленск АЭС проводилась в рамках ресертификации концерна «Росэнергоатом». При ресертификационном аудите СМК Смоленск АЭС были оценены 19 процессов. В частности, анализу подверглись процессы планирования производственной и административной деятельности, оперативной эксплуатации, технического обслуживания и ремонта оборудования, модернизация производства, обращение с РАО и АЯТ, проведение испытаний, менеджмент персонала, управление документацией и другие. Аудиторы изучили документацию СМК, беседовали с руководителями и персоналом станций в подразделениях, наблюдали за процессами на рабочих местах. Культура безопасности на достаточно высоком уровне. Внедрена система 5С. Практически исключен документированный документооборот. Все в электронном виде. Действует очень много различных платформ, интернет-платформ и по закупкам оборудования. Много есть чего посмотреть, чему поучиться. По результатам работы аудиторы отметили положительные стороны в деятельности СМКС, а также предложили свои рекомендации по дальнейшему совершенствованию системы менеджмента качества. На СМКС продолжается программа экскурсий старшего поколения, приуроченной к 35-летию пуска первого энергоблока. Представители старшего поколения вспоминают, что моменты включения в сеть турбогенератора номер один ждали с нетерпением. Это событие подвело в какой-то мере итог огромной работы строителей, монтажников, инженеров, шоферов, крановщиков, представителей еще не одного десятка профессий. Михаил Михеев был принят на Смоленскую АЭС в июле 1979 года и проработал начальником смены станции до 2001-го. Потом еще 16 лет трудился ведущим инструктором в учебно-тренировочном подразделении. В сентябре месяце была загружена первая сборка топлива, и мы выходили в критическое состояние. Мне повезло, в критическое состояние выходила наша смена. Стояли приборы, пусковой СУС, и счетчик, как раньше его называли, Гейгера, запищал пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи и пошел дальше. Это незабываемое впечатление остается на всю жизнь. Игорь Антонов пришел на Смоленскую АЭС совсем молодым. В 1982 году работал оператором центрального зала. Вспоминает, как хотел, чтобы физпуск состоялся 11 сентября. Я был на хране, когда мы гружили первое топливо в аппарат. Народа было очень много, высокое начальство. Все сильно волновались. И у многих было непонятно, как это он задышит. Но когда опустили топливо туда, я немножко огорчился. Потому что пускали с 9 сентября, а у меня день рождения 11. Я говорю, почему бы не задержаться на пару дней? Тогда бы мы с ним в один день родились. Геннадий Сковорода начинал свой трудовой путь на Смоленской АЭС в 1981 году с должности заместителя начальника отдела радиационной безопасности. Потом в 17 лет возглавлял это подразделение. Многие сейчас из персонала, кто работает на Смоленской АЭС, не представляют уже, что это такое стройка и все связанные с ней трудности и лишения. Все мы жили мечтой о быстрейшем пусти станции. И делалось все на всех уровнях, чтобы приблизить этот радостный день. И он наступил в декабре 1982 года. И это было событие радостное не только для персонала Смоленской АЭС, коллектива строителей, но и для всей Смоленской области, поскольку с пуском первого блока Смоленской АЭС и последующих увеличивалась энерговооруженность Смоленской области, возможность для развития новых производств, поднятия сельского хозяйства. Программа экскурсий старшего поколения, приуроченных в 35-летию пуска первого энергоблока Смоленской АЭС, продолжится и в 2018 году. Концерн «Росэнергоатом» объединил площадки всех действующих атомных станций России на семинарах, проведенных совместно с Неправительственным экологическим фондом имени Вернадского. Более 50 представителей медицинских и образовательных учреждений Десногорска и Рославля стали участниками обучающих семинаров, которые прошли в режиме онлайн-конференции на Смоленской атомной станции. Новые подходы к подаче материала на уроках, возможность заинтересовать детей проблемами природы, экологии, географии. Я считаю, что абсолютно все было очень полезно и имеет такую практическую ценность. О последних разработках и тенденциях в области экологического образования участникам вебинара для педагогов рассказали победители и члены жюри престижных всероссийских педагогических конкурсов эксперты Российской Академии наук. Большой интерес вызвали темы биоиндикации и дистанционного космического экологического мониторинга, их применение в школьных исследованиях. Внимание медработников были представлены доклады ведущих специалистов в области медицины, именитых ученых, докторов наук, профессоров, академиков и практикующих врачей. Отдельная тема была посвящена экологии атомной энергетики. Об этом говорилось и на экскурсии на полномасштабный тренажер блочного счета управления «Смоленск АЭС». Не нужно бояться, что атомные электростанции – это опасное какое-то существо. Атомная станция – это она безопасна, если использовать правильно, если работают грамотные люди, если это все экологически чисто и безопасно. По итогам семинаров его участникам вручены сертификаты Неправительственного экологического фонда имени Вернадского. В этом году «Спартакиада Смоленск АЭС» объединила более 30 команд – представители подразделений атомной станции, совета ветеранов, подрядных организаций, «Смоленск АЭС-сервис», «Консист ОС Смоленский». За первенство в 18 видах спорта боролись более 1300 человек. Победителем «Спартакиады-2017» стала команда реакторного цеха, в очередной раз подтвердив титул чемпиона. На второй ступеньке педестала почета объединенная команда «Энергия». Бронза у команды цеха обеспечивающих систем. В первый день зимы состоялось торжественное чествование победителей и призеров в командном зачете. Свои победы атомщики посвятили 35-летнему юбилею «Смоленск АЭС». Рад приветствовать лучших и просто смысл спортсменов, лучших работников. Как правило, это люди, которые занимают со временем позиции не только в творческих коллективах, в лидерующих позиции, а занимают лидерующие позиции на производстве. В личном первенстве были разыграны 40 комплектов наград в 10 видов спорта. Победителями и призерами стали 114 спортсменов. Три награды высшей пробы завоевала Елена Переходкина, команда «Безопасность» и Екатерина Тюрина из команды «САЭС-Сервис». По две золотых медали у Сергея Северина, цех ТАИ, Елены Боярской, команда «Безопасность» и Олега Титова, ОРБ. Звание лучшей спортсменки «Спартакиада-2017» удостоены Инна Орлова и Елены Переходкина, Юлия Филиппова. Звание лучшего спортсмена Андрей Яковлев и Виталий Федоров, Владимир Федюков. Номинация «Спортивная надежда САЭС» присвоена Денису Филимоненкову. Спорт как стиль жизни Елене Турчиной. Лучший ветеран спорта Ирина Степанова. За волю к победе Анатолию Федюкову. Дух, упорство, вдохновение Михаилу Фололееву. Самым активным участником стал Сергей Алешин. Новая «Спартакиада-2018» стартует на Смоленск-АЭС уже в начале года с лыжных гонок. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленск-АЭС. С важными событиями из жизни станции вы можете ознакомиться в официальной группе Смоленск-АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. А также в разделе САЭС на сайте росэнергоатом.ру. Я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания.